Здравствуйте, наши дорогие друзья! У микрофона Александр, вы на канале Давай Запишем. Тема нашего сегодняшнего видео ASMR. Что это такое, с чем его едят, какое нужно оборудование для записи и вообще, кто и зачем это всё придумал. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Итак, ASMR. Дословно из Википедии это автономная сенсорная меридиональная реакция. Вот вообще ничего не понял. Стал читать дальше и выяснил, что это неологизм, обозначающий феномен восприятия, характеризующийся приятным ощущением покалывания в затылке, распространяющегося в виде мурашек по коже шеи и спине к конечностям. Или, если совсем просто, то это ответ нашей нервной системы на какие-то определённые приятные звуки. ASMR-ощущения вызывают звуковые, зрительные, тактильные и когнитивные стимулы. Отбросим всё ненужное нам сегодня и остановимся, естественно, на звуковых. Эта группа стимулов является самой распространённой и обширной, и включает в себя шёпот, нежный тихий голос, медленная мягкая речь, мягкое шуршание, хруст пластиковой или бумажной упаковки, целлофана в руках, постукивание ногтями или предметами, лёгкое царапание ногтями или предметами по текстурной поверхности, пластику или дереву, причмокивание ртом, цоканье языком, шелест страниц, звук, издаваемый пальцами при трении с бумагой, дыхание, дуновение в микрофон и, наконец, прослушивание музыки. Кто и зачем это всё придумал, не совсем понятно. Но то, что видео по этой теме набирают какие-то неимоверные миллионы просмотров, говорит о том, что народу это надо. Ну надо так надо. Давайте тогда поговорим о том, как это всё делается и на что пишется. Поскольку всё здесь построено на тихом нашёптывании, шуршании и прочем звуковом сексе, нужно иметь, во-первых, хорошее соотношение сигнал-шум, и, во-вторых, безукоризненное звукопоглощение и звукоизоляцию. И это понятно. Звуки очень тихие, и писать их нужно в полнейшей тишине. Главное, что нужно иметь от звуковой карты, это огромный запас усиления и минимальное количество шума. Обработка — это очень тонкий и важный момент. И первое — это компрессия или, скорее, лимитирование. Поскольку всё делается при повышенной чувствительности, даже самый не совсем громкий звук может запросто оглушить ваших поклонников и сделать работу неудовлетворительной. Что касается шумоподавления, то его лучше исключить, потому что пострадает полезный сигнал, который содержит самые вкусные моменты в виде дыхания, лёгких шорохов и так далее. Ну а если вы понимаете, что без него никак не обойтись, то надо будет стараться использовать подавитель шума очень и очень нежно и аккуратно. Следующий момент — реверберация. Вполне допустимо и полезно использовать этот эффект, но опять-таки аккуратность должна быть повышенной, перебора быть не должно ни в коем случае. Ну и, наконец, стереокартинка. Всевозможные энхансеры и расширители стереообраза никак не будут лишними. Но не в первый раз, повторюсь, всё должно быть в нужных порциях. Переборщите, эффект будет уже не тот. И последнее по обработке. Есть несколько плагинов типа Eneglyph или EmbiBundle, которые способны моделировать трёхмерное пространство звука. Давайте на секундочку отвлечёмся, посмотрим и послушаем, что это такое. Eneglyph — это высококачественный бесплатный плагин для некоммерческого использования. Это эффект распространения бинаурального пространства в формате VST для цифровых аудио-рабочих станций на PC. Mac. Ну, приблизительно понятно. Если поглубже раскопаете его, то, думаю, найдёте в нём много полезного и интересного. Самым дешёвым вариантом записи ASMR будет использование микрофона со стереонаправленностью. К примеру, это могут быть M-Audio Uber Mic или небезызвестный Blue Yeti. Давайте прямо сейчас и попробуем записать что-то по нашей теме в этот самый микрофон. Так вот ты какой плюхетий! Такой красивый и большой! Жаль, что только голубой или синей. Мне всё равно. Я буду петь в другой микрофон. А ты отправляйся на полку и жди своего хозяина. По-моему, зашло неплохо. Будем продолжать экспериментировать и переходим к следующему способу записи, который должен быть более качественным. Для этого привлечём портативный рекордер, к примеру, Tascam DR07X или Zoom H2N. Послушаем. Привет! А я тебя знаю. Ты портативный рекордер Zoom. Ты такой маленький и даже уместился бы у меня на ладошке. Но ведь размер не имеет значения, правда? Я верю, что ты будешь красавчиком и запишешь всё как надо. Так, страсти накаляются, но время переходить к следующему варианту записи ASMR. Это решение уже можно назвать профессиональным, поскольку здесь у нас уже будет всё по-взрослому. Итак, профессиональная звуковая карта Roland Studio и два микрофона аудиотехника AT-2050, которые будут работать в режиме круговой направленности. Приготовились? Поехали! Ух, вас двое. Не знаю, готовы ли я к этому. Ведь мне сейчас нужно сделать выбор. Левый или правый? Правый или левый? А может быть сразу оба? Хорошо, я определюсь. Но только чуточку позже. И не на камеру. Не хочу ничего комментировать, просто идём дальше и смотрим на ещё один вариант записи, выпускающий табун мурашек на наши тела и конечности. В центре вашего внимания портативный рекордер Zoom H3 VR с возможностью записи стереозвука в бинауральном формате. Это вид стереозаписи, который позволяет добиться невероятной реалистичности при создании пространственного аудио, перенося происходящее в третье измерение. Помимо всего прочего, этот рекордер имеет своё собственное программное обеспечение. Zoom Ambisonics Player для Mac и PC для воспроизведения, изменения направлений и конвертации аудио в бинауральный, стерео и пространственный 5.1 форматы. Итак, мы используем четырёхканальную запись, вы внимательно слушаете. Ну и что с тобой делать? Ты словно инопланетянин, такой необычный и загадочный. У меня путаются мысли. С одной стороны, я боюсь даже дышать, потому что если в тебя думать, у звука режиссёра пойдёт кровь из ушей. С другой, я хочу узнать тебя со всех сторон. Неужели ты будешь лучше всех предыдущих? Попробуй, удиви меня, и я заберу тебя с собой. Да, друзья, не знаю, что там у нас с мурашками, но основной задачей у нас было не это. Главное, что мы показали самые простые способы записи ASMR от бюджетного до прилично дорогого. В случае с хорошей картой и двумя микрофонами. И разумеется, это не все возможные варианты. Существуют другие технологии и оборудование, которые используются для этих целей. Например, тот же бинауральный микрофон 3DIO, который очень популярен для записи при манипуляциях артиста с ушами слушателя. Этот микрофон повторяет механизм человеческого восприятия звука, поэтому запись на нём очень реалистична. Ну а стоит такой микрофон порядка 45 тысяч рублей. Но и это не предел. Есть такие штуки, как Neumann KU100, выполненные в форме искусственной головы, в которой слуховые каналы, повторяющие анатомию человека, встроены микрофоны. А вот это вообще космос. Как по качеству, так и по цене. Не пугайтесь, что-то около 550 тысяч рублей. Можно только догадываться, что мы получим, потратив такие бешеные деньжищи. Друзья, на этом буду заканчивать и надеюсь, что это видео кому-то какую-то пользу принесёт. Пишите, комментируйте, спрашивайте, всем обязательно ответим. С вами был Александр и очаровательная Оля Егорова. Пока! Я вот не понимаю сейчас вообще, что происходит. Ну секунду. Так, подождите, подождите. Мало народу в кадре. Ну, ну смотри. Так. Можешь так поделать? Вот так? Да. Стоять вот так? Ну прям говорить вот так. Спасибо. Спасибо.